Для некоторых российских фигуристов Олимпиада в Пекине, для кого-то, не участие в ней, могло стать логичным завершением карьеры. Жизнь, как обычно, внесла свои правки и подкормила сомнения тех, кто был нацелен на спортивную пенсию, но подумывал остаться на льду. Спорт день за днем собрал российских фигуристов, которые на фоне санкций Международного союза конькобежцев, ИСУ, могут завершить карьеру. Елизавета Туктамышева, 25 лет. Туктамышева еще не все сказала в спорте, прыгнула не все элементы, в том числе и квад-лутс, который фигуристка тренировала на удочке. Если Лизе удастся выполнить этот ультра-си, то его захочется продемонстрировать на мировом льду. Отсутствие международных соревнований лишает спортсмена мотивации. Так может есть смысл оставить карьеру фигуристки и уйти во что-то новое. У Лизы для этого много амбиций, навыков и медийности. Виктория Синицейна 26 лет и Никита Кацалапов 30 лет. О близости завершения карьеры этих ребят заявлял их тренер Александр Жулин еще перед началом Олимпиады 2022. Из Пекина пара привезла предварительное золото командника и утвержденное личное серебро. Никита, к тому же, собрал всю россыпь олимпийских медалей. В Сочи 2014 он завоевал золотую награду в команднике и бронзовую, в личке. Если переходить от статистики к реальной жизни, то четкого мотива для продолжения карьеры ребят как-то не видится. Было бы разумно уйти на отдых, жить счастливую жизнь, как обычная влюбленная пара и лечить спину Никите. Свои ребята уже блестяще откатали. Александр Жулин в интервью «Спорту» день за днем о перспективе продолжения карьеры Вики и Никиты сказал так. Понимания никакого нет. Просто ждем, что будет дальше. Евгения Тарасова 27 лет и Владимир Морозов 29 лет. Закончить мы всегда успеем. Так неоднозначно пара ответила на вопрос о продолжении карьеры. На прошлой неделе Морозов заявил, что их судьба на катке будет решаться исходя из того, как будет развиваться ситуация в мировом спорте и какие турниры будут им доступны. Очевидно, ни открытых международных соревнований, ни светлой перспективы в продолжении карьеры у дуэта нет. Этот сезон у Тарасова и Морозова был фееричным и закончился серебром на Олимпиаде. В историю точно войдет их долголетнее сотрудничество и преодоление, казалось бы, без надежных трудностей. А если уходить красиво, то на пике. Вот такая отличная возможность сейчас представляется ребятам. К тому же Жене, и Вова оказались не против попробовать себя в чем-то незнакомом. Например, в комментировании парного катания. Анна Щербакова 17 лет. Одним серьезным аргументом, чтобы остаться в большом спорте, могло стать золото чемпионата Европы. Это единственный титул, который лишает Щербакова полного комплекта наград на крупных турнирах. Увы и ах, о нем на время можно забыть. На какое конкретно время, никто не может сказать. Так что один аргумент уже отпадает. Второе основание остаться на льду для Щербаковой, любовь к фигурному катанию. При этом одним из аргументов за была возможность получить образование, сохранить семейную традицию. Согласитесь, для образованной 18-летней девушки учеба в такой сложной сложившейся ситуации может оказаться важнее, чем карьера с пока туманным будущим. Со всеми санкциями повесить коньки на гвозди может кто угодно из отечественных фигуристов. Кто-то может сменить гражданство. А кто-то продолжит усердно тренироваться и верить в возвращение международного спорта. Ну или в развитие и внедрение новых турниров в российском фигурном катании.